Это программа темы дня комментариев. Меня зовут Валерия Королева. Здравствуйте. С 1 марта 2022 года в Трудовой кодекс России были внесены поправки в главу 10, которые касаются охраны труда. Что же нового ждет работодателей и работников? Как организовать рабочее место безопасно? Поговорим сегодня с гостем студии. Это Грек Вячеслав Анатольевич, председатель Тверской областной организации профсоюза работников здравоохранения. Вячеслав Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Вячеслав Анатольевич, расскажите, какие были внесены поправки, кого они будут касаться. Мы понимаем, что они касаются не только работников здравоохранения, но на этой отрасли мы, как на примере, посмотрим, как они должны работать. Да, конечно. Очень большие нормативно-правовые изменения, нормативно-правовые акты вступили в действие с 1 марта 2022 года. Это касается и профессиональных рисков, и предупредительной меры, и самой системы охраны труда, и новые инструкции, которые должны быть уже введены в этом году. Но пока в связи со сложной ситуацией перенесены на 2023 год, но мы сегодня уже говорили, что все эти нормативно-правовые акты нужно, во-первых, всем учреждениям готовить уже в этом году. То есть есть небольшой интервал времени, и мы готовы, профсоюзная организация, у нас есть технические инспекторы по труду, у нас есть специалисты, которые помогут организациям, скажем, медицинским учреждениям, перевести вот эту систему охраны труда в соответствии с новыми нормативно-правовыми актами. Поэтому именно вот сегодня мы собрались на расширенный пленум областного комитета и пригласили туда фонд социального страхования региональной, Тверской, государственную инспекцию по труду, Главное управление по труду и занятости. Присутствовал и выступал главный технический инспектор по труду Федерации Тверских профсоюзов. А также мы пригласили специалиста по охране труда Курской областной организации, которая курирует охрану труда в Центральном федеральном округе. Я думаю, что все наши усилия, которые мы сегодня предлагаем, потому что закон еще только вступил в действие с марта месяца, все только началось, очень много нового. Нужно обсуждать, нужно разъяснять, нужно общаться с нашими работодателями, со специалистами по охране труда и самое главное с нашими профсоюзными организациями, первичными профсоюзными организациями, потому что сегодня во всех этих нормативно-правовых документах именно профсоюз является представителем работника в медицинском учреждении. Поэтому он входит во все комиссии, он является уполномоченным от лица работников, значит, он принимает участие в разработке этих нормативно-правовых актов уже внутри медицинского учреждения. И сегодня, каким образом мы тоже регулируем введение вот этих нормативно-правовых актов? Через коллективный трудовой договор, а на уровне отрасли это отраслевое соглашение, двухстороннее отраслевое соглашение. Поэтому вот эти два основных документа, они позволяют нам внедрить и под контролем работников, значит, внедрить эти нормативно-правовые акты в медицинские учреждения. А результат этого будет, во-первых, снижение рисков получить травму, уменьшение несчастных случаев, снижение профессиональных заболеваний. Ведь сегодня не секрет, сегодня профессиональные заболевания в Тверском регионе значительно выросли. Несчастные случаи, травмы выросли на 10% во всей Российской Федерации. Поэтому вот эти нормативно-правовые акты, вот эти изменения в систему охраны труда, в управление системой охраны труда, они на сегодняшний день приобретают важное значение для сохранения жизни, работоспособности, производительности труда и улучшения демографии населения как нашей Тверской области, так и в целом в Российской Федерации. Надо отметить, что новые правила, они в первую очередь нацелены на народосбережение. Что касаемо медицинских работников, то здесь понятно, что сохраним здоровье медицинских работников и здесь как уже по цепочке, да, улучшим здоровье, сохраним здоровье всего остального населения, которое относится к категории уже пациентов в данном случае. Да, безусловно, безусловно. Сегодня здоровье пациентов напрямую связано от здоровья наших медицинских работников. Поэтому мы на сегодняшний день и первые, наверное, вообще во всех отраслях производственной и непроизводственной сферы как раз подняли вопрос о улучшении условий охраны труда в медицинских учреждениях. Тем более, что мы знаем, что у нас кадровый дефицит, вот, а население потихонечку стареет, к сожалению, в том числе и наши медицинские кадры. Которые тоже болеют. Которые тоже болеют, да. И чем меньше они будут болеть, чем они будут защищены, более защищены средствами индивидуальной защиты и другими мерами, которые принимаются при проведении системы охраны труда. Значит, будут сохраняться они на рабочих местах. Значит, будут оказывать большему населению медицинскую помощь. А особенно это важно в первичном звене, на который сегодня у нас есть национальная программа здравоохранения и очень много там и средств, и внимания на первичное звено. А это у нас поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, которые надо, конечно, приводить в нормальное соответствие тем условиям труда, в которых они должны работать. Это нужно и для наших медицинских работников, и для пациентов, которые приходят в эти учреждения для того, чтобы получить помощь. И еще раз напомню, что первичное звено, оно от него зависит раннее выявление наших заболеваний у пациентов. А если мы раньше выявим заболевания, значит, будут результаты, хорошие результаты лечения. Кстати говоря, и меньше будут затраты. Когда заболевание не запущено, то, естественно, быстрее возвращается к труду. И для всех работодателей они должны тоже понимать, что это высокая производительность труда, это сохранение кадров на рабочих местах. И, кстати говоря, будут меньше перечислять штрафные санкции, если произойдет, не дай бог, несчастный случай или травма на производстве. Поэтому у нас вот эта система, новая система охраны труда направлена на профилактику. На профилактику травм и несчастных случаев. Появилось еще такое понятие, как микротравма. Что же она включает в себя, что будет считаться микротравмой, и какое к ней будет внимание, то есть будет какое-то разбирательство, или же как-то это фиксироваться будет. Для чего, собственно, это понятие? Да. Микротравма, это может быть и порез, ну, скажем, даже бумагой канцелярской. То есть тут может... То есть это уж банально. Да, это может не обязательно медицинский работник, это офисный работник может быть. Это может быть ушиб, удар. То есть какая-то небольшая гематома, которая получена именно на рабочем месте. Да, это все должно разбираться, вернее, записываться в журнал микротравм. Он ведется, конечно, подобие журнала такого велось и раньше, но сейчас к этому особое внимание. Потому что это позволяет нам потом проанализировать вот эти опасные, вредные, вернее, факторы, которые могут сначала привести к микротравмам, а потом к более серьезным травмам. То есть сразу же их на корню, что называется, приседать. Конечно, конечно. Вот поэтому все начинается с малого. Поэтому вот эта микротравма, она, казалось бы, незначительная. Да, но вы правильно сказали, что, скажем, у хирургов, если, значит, произошла микротравма, или у тех же медсестер, которые работают в процедурном кабинете, это может быть и заражение гепатитом, вот, это может быть заражение и ВИЧ-инфекцией. Хотя мы все работаем, конечно, в средствах кондиционной защиты, но микротравмы все равно могут быть от них, но для того, чтобы их предотвратить, вот, и осуществляется регистрация всех микротравм, для того, чтобы их потом проанализировать и сделать выводы. Это была программа «Тема дня. Комментарии». Меня зовут Валерия Королева. В студии у меня был Вячеслав Анатольевич Грек, председатель Тверской областной организации профсоюза работников здравоохранения. Мы поговорили о новых поправках в Трудовой кодекс Российской Федерации, которые вступили в силу с 1 марта 2022 года. Касаются они безопасности на рабочем месте.